Для первого видео хотелось взять что-то простенькое и тривиальное, но в итоге все получилось как всегда. В этом видео я расскажу про процесс создания самобалансирующего робота с управлением через веб-интерфейс прямо из браузера смартфона, а также про косяки с которыми пришлось столкнуться. Если говорить неформально, балансирующий робот – это такая автоматическая неваляшка, которая пытается сохранить свое неустойчивое вертикальное положение. Балансирующего робота можно назвать прототипом сигвеев, гироскутеров, моноколес и прочего-прочего. Собственно, если взять и увеличить его габариты, то как раз можно получить простейшее подобие сигвея. Самобалансировка робота схожа с задачей стабилизации обратного маятника. Представьте себе тележку с закрепленным на ней обратным маятником. Когда маятник стоит вертикально, то все круто и система находится в равновесии. Но если есть какое-то небольшое отклонение, то маятник падает. Однако, если мы пнем тележку в сторону падения маятника, тогда система снова придет в равновесие. Процесс чем-то похож на балансировку карандаша или палки на пальце. Все то же самое применимо и к балансирующему роботу. Тут уже можно заметить одну хитрость. Чтобы робот не только балансировал, но и мог туда-сюда кататься, нужно немного смещать угол стабилизации в сторону, куда нужно ехать. Тогда робот будет постоянно падать, но система балансировки не даст ему это сделать. Она будет постоянно двигать робота. Забавы ради, я же захотел добавить возможности робота еще кучу всего и впихнуть туда максимум, на что способна выбранная железа. Поэтому, помимо балансировки, он должен уметь ездить как сумасшедший, поворачивать и отклоняться от препятствий за счет датчиков расстояния. При этом все это непотребство должно управляться через точку доступа Wi-Fi, раздаваемую самим роботом, который выступает в том числе в качестве веб-сервера, выдавая страницы управления в стандартный браузер. А, и еще я решил это делать на платформе, который раньше вообще не притрагивался. Что же интересно могло пойти не так? Начал начинать я, естественно, с моделирования корпуса роботов КАД, ведь эстетика – один из основных критериев проектирования. Хотя, если вы топите только за функционал, то такого же робота можно собрать из полежка, мебельных уголков и синей изоленты. Сборка корпуса робота до невозможности проста и сделана так, чтобы после того, как он надоест, можно было его разобрать и сложить в шкаф. Если учесть, что это мой первый полноценно спроектированный робот в КАД, то получилось довольно-таки неплохо. Все модели деталей корпуса робота в виде STL файлов представлены по ссылке в описании. И да, забыл сказать, что для создания робота вам нужен будет 3D принтер. Хотя, если его нет, вы знаете, что делать. Теперь к электронике. Питание робота осуществляется двумя банками 18650, помещаемыми в батарейный отсек. В качестве драйвера двигателей использовался самый популярный модуль на базе L298N. Питание подводится к выводам плюс 12 вольт и ГНД. К выходам драйвера подключаются, естественно, моторы. На самом модуле установлен стабилизатор напряжения на 5 вольт для питания логики модуля. Это же напряжение можно использовать и для питания внешних устройств, если установлена вот эта перемычка. Поэтому берем эти 5 вольт и тянем до выхода VIN наших мозгов, в качестве которых была выбрана нод МЦУ с ESP8266 на борту. На нод МЦУ установлен еще один регулятор напряжения, понижающий 5 вольт до рабочих 3,3. Соответственно, вся логика нод МЦУ работает на 3,3 вольтах. А дальше, собственно, начались косяки. Я никогда не работал с нод МЦУ и с ESP8266. Поэтому в процессе планирования и закупки я просто открыл распиновку нод МЦУ и подумал, как много ГПУ, заказываю, мне, собственно, хватит. Ну и также набрал еще периферии. МПУ-6050 с трехосимым акселерометром и гироскопом, дисплей для вывода информации и два ультразвуковых датчика расстояния для детектирования препятствий. А проблемы вылезли, когда я это попытался все подключить. Если порыться в документации на нод МЦУ и прочем, то можно увидеть, что половину ГПУ использовать нельзя, так как они зарезервированы под работу с флеш-памятью. А для остальных ГПУ либо необходим определенный уровень при загрузке платы, либо они дергаются во время загрузки или прошивки. Из более-менее стабильных остаются только два вывода. Их я сразу использовал для I2C и подключил МПУ-6050 и дисплей. А дальше стал думать. Датчики расстояния имеют на модуле подтяжку к питанию, поэтому для них не каждый вывод подойдет. К тому же оказалось, что они отказываются работать от напряжения питания в 3,3 В, поэтому подводим к ним 5 В питания. Датчик способен воспринимать 3,3 В как высокий логический уровень, поэтому к входу ТРИК просто тянем провод от нод МЦУ. Однако на выходе эха он будет выдавать 5-ти вольтовую логику, что сожгет наши мозги. Но так как выход односторонний, можно установить делитель напряжения, преобразующий 5 В в 3,3 В. То же самое проделаем и со вторым модулем. Остается подключить только логику драйвера. А еще я вспомнил, что 18650 нельзя переразряжать, поэтому необходим контроль заряда. Ведем вывод от питания через делитель напряжения к аналоговому выводу А0. Таким образом программно мы сможем считывать напряжение и отключать часть периферии робота. Итоговая схема выглядит подобным образом и больше смахивает на лапшу. Также пришлось отказаться от использования UART. Через него можно только прошивать нод МЦУ, но его нельзя использовать в процессе работы. Подключать всю эту требуху решил через макетную плату. ЕСПХ при этом крепится к ней через колодки. Лучше было бы, конечно, заказать плату, но нужно было здесь и сейчас, поэтому так. Паяю я все это дело при помощи флюса на водной основе и куска припоя. Присоединять отдельные провода решил через клеммники, которые отрыл в своем бардаке. Рядом с клеммниками сразу впаиваю резисторный делитель напряжения для аналогового хода и накидываю соплю припоя между клеммником и входом делителя. Дополнительно лужу отверстия макетки и веду по ним дорожки припоя. Оставшиеся ножки резисторов использую, чтобы упростить навешивание соплей. В том же духе продолжаю проводить дорожки припоя, пока не получится соединить все контакты по схеме, представленной ранее. Для перемычек на плате я использовал монтажные провода, также немного помыл плату. Теперь можно просто вставить ЕСПХу в макетку и подключить все провода через клеммники. Можно приступить к сборке платформы. Сначала припаяем моторы. Вставляем моторы в платформу. В провода вставляем специально предназначенные для этого отверстия. Припаиваем второй мотор и повторяем операцию. Вставляем закладные гайки в отведенное для этого отверстие и крепим моторы винтами М3 на 35. Полный список требуемого крепежа и других компонентов будет представлен в описании. Крепим батарейный отсек в платформе на саморезы. Для включения и выключения робота используется переключатель, название которого указано на видео. Он просто вставляется в платформу и все. Это наверное самая приятная часть во всей сборке. При креплении драйвера моторов вылез еще один косяк, который я не учел. Радиатор драйвера находится очень близко к платформе, чтобы при нагреве пластик не поплыл, можно вставить небольшую картонку между радиатором и платформой. Хотя я из будущего скажу, что из-за малой мощности моторов радиатор вообще не греется. Драйвер тоже прикручивается на саморезы к платформе. Видимо из-за большой скорости печати у меня плохо пропечатались стойки для макетки и при вкручивании их оторвало. Вместо них я использовал напечатанные проставки, а в модели для печати увеличил размеры стоя. Плата также просто вкручивается в платформу. Припаиваем один из контактов батарейного отсека к переключателю. От переключателя второй провод ведем к драйверу двигателя. Фиксировать провода в клеммниках буду при помощи кабель-наконечников. Этот набор я заказывал с Алиэкспресса. Опрессовывать кабель-наконечники буду обжимочным инструментом. Процесс довольно прост. Зачищаем провода, обжимаем, обрезаем лишнее. Небольшие кабель-наконечники также неплохо обжимаются плоскогубцами. Если нет кабель-наконечников, можно просто залудить провода. Кабель-наконечники просто вставляются в клеммники и фиксируются. Тут вылез еще один косяк. Плата и батарейный отсек слишком близко. Так что хрен подлезешь с проводами. Стоило клеммники впаять на один ряд дальше. А по-хорошему вообще вынести на другие бока платы. На моторы теперь можно прикрутить крышки. Теперь можно вкрутить и верхнюю крышку-распорку. Я закладывал длинные саморезы, чтобы увеличить жесткость пластиковых стоек. Но они оказались очень крепкими, поэтому можно использовать саморезы и покороче. Можно вкрутить боковые крышки, чтобы внутренности не мозолили глаза. Теперь вставляем в получившийся короб шпильки и прикручиваем с одной стороны гайки барашки. Дальше насаживаем на шпильки проставки и надеваем дополнительные платформы распорки. Втягиваем барашками получившуюся конструкцию с двух сторон. Теперь осталось крутить колеса. И первоначальный облик платформы готов. Для подключения датчиков решил использовать тонкий монтажный провод. Его много и не жалко, да и нагрузок там больших не будет. Инерциальный модуль просто вкручивается в стойку двумя саморезами. Для того, чтобы не запутаться, провода были помечены цветной изолентой. Дисплей также вставляется в стойку и вкручивается двумя саморезами. Прямо на модуль датчика расстояния между выходом эхо и ГНД паивают изделитель напряжения. Датчик также просто вставляется в держатель и зажимается между ним и стойкой. Провода также помечаются. От старых проектов у меня остались куски гофры с наружным диаметром 7 мм. Упаковываем все провода в них. Вкручиваем стойку дисплея в платформу с закладными гайками. Надеваем ее на шпильки и пропускаем гофру в короб с электроникой. То же самое проделываем и со стойкой датчиков расстояния. На этом этапе я решил добавить небольшую защиту от падений, чтобы не убить датчики. И на самом деле не зря. Теперь осталось подключить остальную электронику согласно схемы. Прошивать все это буду естественно через arduino.id. Сам скетч можно найти на гитхабе по ссылке в описании. Там он лежит вместе с заголовочным файлом, который нужно поместить рядом. Также в репозитории есть небольшое описание проекта. Для загрузки скетча необходимо установить библиотеки, которые приведены в описании. Для этого просто переходим по ссылкам, скачиваем zip-архивы и добавляем их среди arduino. В заголовочном файле хранятся выводимые на дисплей изображения, HTML-страницы и одна общая на них таблица стилей. Каждая страница и таблица сервиса по отдельности и выдаются по запросам. В самом скетче в define'ах приведены параметры, которые нельзя менять в процессе работы робота. Это различные адреса, настройки выводов микроконтроллера и т.д. Тут же можно указать параметры точки доступа, статичный IP-адрес, имя и пароль. Дальше идут настраиваемые коэффициенты, которые в целом можно менять в процессе работы программы. Их настройку можно вынести в веб-страницу, но так как мне было лень выносить их все, я вынес туда только настройку коэффициентов ПИД-регуляторов. Сама программа работает в режиме конечного автомата с четырьмя состояниями. Режим инициализации запускается сразу после включения робота и сопровождается выводом на дисплей процесса загрузки. После успешной инициализации робот переходит в нормальный режим работы. В режим ошибки программа сваливается и зависает, если произошла ошибка при инициализации какой-то периферии. В режим низкого напряжения программа может свалиться из другого состояния, если просело напряжение питания. Процесс сопровождается переходом в полуспящий режим и выводом на дисплей напоминания о низком напряжении. В целом, если посидеть вечерок, то разобраться можно. Во время перепрошивки можно отключить питание робота, тогда сразу после загрузки он никуда не свалит, а уйдет в режим низкого напряжения. Либо можно положить робота на бок, тогда он тоже никуда не уедет, так как в программе установлен угол отклонения, после которого мотор останавливается. Для управления роботом необходимо подключиться к его точке доступа. После этого вводим в браузер его IP-адрес. Первой должна открыться страница с джойстиком, при помощи которой можно заставить двигаться и поворачивать робота. Через пункты верхнего меню можно перейти к настройкам PID-регулятора. Если после настройки регулятора нажать кнопку Save, то они сохранятся в IP-ROM и будут загружаться при следующих загрузках робот. Ну и в целом как-то так. Можно развлекаться. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ